Время новостей на канале Абаза в студии Наса Дубинина. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Как провокация накануне выборов в Абхазии распространяются листовки сомнительного характера. Депутаты Госдумы осмотрели избирательные участки. В Абхазии продолжают пребывать международные наблюдатели. Дорогие учебники и родители школы готовятся к новому учебному году. Вечером в пятницу приблизительно в 18.00 обстрелян автомобиль редактора нужной газеты «Изъедочания». Припаркованы у редакции по улице Академика Сахарова. Обстрел произведен неизвестными из автоматического оружия калибра 7,62. Машина обстреляна с водительской стороны. На ней 10-15 пробоек. В Сухуме объявлен план перехват. Блокированы выезды и въезды в столицу. «Изъедочания» связывает происшествие исключительно со своей профессиональной деятельностью. «Мы сидели в офисе, как обычно работали. В это время начались автоматные очереди. По всей вероятности, стреляли из двух автоматов. Стрельба, наверное, длилась где-то три минуты. В окно было видно, что проехал белый джип. Номера, конечно, никто не увидел, потому что у нас окна расположены не очень удобно для просмотра. Однако же машина в окно видна. Я ее специально ставлю так, чтобы была видна машина. Мы вышли, увидели, что машина обстреляна. Позвонили в МВД, приехали правоохранительные органы. Я связываю это только с моей деятельностью. Все прекрасно знают, что я считаю, что кандидат в президенты Бжания, который идет на выборы, очень опасен для общества, для нашего государства. Сегодня я еще раз убедилась в этом. Анкваб был у меня, горела машина. Бжания баллотируется в кандидаты, мне расстреливают машину. Вот в таком обществе, к сожалению, мы живем. Я думаю, что эта акция рассчитана, конечно, на мое запугивание. Я честно и откровенно признаюсь всем мужчинам, которые стреляли сегодня в мою машину. Я очень боюсь, я очень боюсь, я безумно боюсь, но я буду продолжать работать. Сидели в редакции, работали, услышали автоматную очередь, что успели только женщин спрятать в помещении. После, как успокоилась, выбежали и увидели эту картину. Сразу же позвонили всем правоохранительным органам, службу безопасности, чтобы они приехали на место происшествия. Мы сидели в офисе, нас было там человек пять, услышали. Сначала мы не поняли, потому что это были одиночные выстрелы, было три выстрела подряд, таких одиночных. И потом в течение секунд 30, наверное, была автоматная очередь, вот они выпустили разжог практически, я думаю. Ваши действия какие были? Ну, выглянули в окно, то есть вот окно, которое выходит сюда. Да, я увидела отъезжающий джип, то есть если машина двигалась в ту сторону, то это белый джип. Если это была какая-то другая машина, то могли они просто проехать мимо друг друга. Говорят, что на том углу машина очень резко свернула, это была пятерка Жигули, цвет не знаю. В 20.10 члены Совета безопасности Абхазии собрались на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию в стране накануне выборов и наметить дальнейший план мероприятия по розыску преступников, обстрелявших машину редактора «Нужной газеты» Изиды Чания. В заседании приняли участие исполняющие обязанности президента Валерия Бганба, исполняющие обязанности премьер-министра Владимир Делба, а также руководители всех силовых структур Абхазии. Исполняющий обязанности генерального прокурора Зураба Гума доложил, что по факту обстрела автомашины возбуждено уголовное дело. Сформирована совместная следственно-оперативная группа из числа работников генеральной прокуратуры МВД и СГБ. Ведется расследование и по другому преступлению – взрыву гранаты в доме председателя Центральной избирательной комиссии Батала Топагуа, которое произошло два дня назад в Сухуме. Валерий Бганба предложил провести заседание Совета Безопасности завтра, 23 августа, с участием всех кандидатов в президенты. «Нужно сделать все возможное, чтобы выборы президента прошли в спокойной обстановке», – сказал он. Дальше заседание Совета Безопасности проходило без участия журналистов. В 23 часа 21 августа были задержаны молодые люди, распространявшие листовки, похожие на первую полосу российского печатного издания «Новая газета». В листовке содержалась статья о кандидате в президенты Раули Хаджимба. Как признали сами распространители фальшивки, разносили они листовку по заданию штаба кандидатов президента Аслана Бжани. Сейчас в ситуации разбираются следственные органы. Руководители силовых структур республики рассказали, какие еще противозаконные действия совершаются в период предвыборной кампании. И призвали представителей всех штабов не прибегать к грязным технологиям. Подробности в репортаже Марианы Котовой. Пятеро молодых людей были задержаны накануне ночью сотрудниками службы государственной безопасности. Ничего противозаконного они не совершали, просто распространяли листовки. Однако содержимое агиток возмутило жителей столицы. Листовки, внешне очень напоминающие первую полосу российского печатного издания «Новая газета», на деле оказались фальшивкой. Они несли заведомо ложную информацию об одном из кандидатов в президенты Раули Хаджимба. Кроме того, людей смутило изображение грузинского флага, который украшал фальшивую статью. Задержанные молодые люди, жители Абхазии, утверждают, что распространяли печатную продукцию по заказу штаба Аслана Бжани. Вчера позвонили нам, вызвали в штаб, дали газеты. Но они упакованы были, мы не видели, что за газеты. И попросили, не то что попросили, но работа у нас агитационная вообще. И нам сказали, определенный район дали, на новый район говорит, поезжайте и раздайте вечером газеты. Мы поехали так же, как и обычно мы работаем днем, так же и раздавали вечером. Мы даже не будили людей или что-то, мы просто, как нам сказали, так мы делали возле дверей и оставляли. По словам молодого человека, он со своими компаньонами занимается агитационной работой всего две недели. В их обязанности входило распространение печатных изданий. Тем, что было опубликовано в последней агитке, никто из них не интересовался. Вот такая газета у нас первый раз вообще в руках была. Мы потом вместе с ребятами прочитали, мы сами не знали, мы думали, все как обычно, ничего за это не будет. Думали, обычная агитационная работа за это. Инцидент с распространением листовок стал поводом для пресс-конференции в Генеральной прокуратуре, где собрались руководители трех силовых ведомств. По их словам, доподлинно известно, что листовка не имеет никакого отношения к новой газете, а публикация к автору, чьим именем подписана статья. Происхождение этой газеты до настоящего времени еще не установлено. Соответствующим службам даны поручения по установлению ее происхождения. Из сведений, которые сотрудники СГБ получили от задержанных молодых людей, стало ясно, что распространялась листовка по всей республике. Они заявили, что в этот же вечер, во время передачи им литературы, литература передавалась и для распространения в других городах республики Абхазия. По имеющимся данным, эта литература была распространена в городе Гагра, в городе Гудаута, в Ачимчира. Они были распространены. Личность человека, под чьим руководством распространялись листовки, установлена. Но его имя не разглашается в интересах следствия. Тем более, что следователям пока не удалось его задержать. Эти молодые люди, после того, как были задержаны в новом микрорайоне, связались с товарищем, от которого получили они вот эту литературу, и довели до его сведения, что в ходе распространения вот этой литературы их деятельность была остановлена местными жителями. После этого связь с данным лицом была прервана, и до настоящего времени на телефонные звонки по имеющейся информации он не отвечает. Как рассказывает исполняющий обязанности министра внутренних дел Рауль Лолу, сам кандидат в президенты Аслан Бжания, по его же признанию, ничего не знает об этих листовках. Мне на сотовый телефон позвонил Жаня Аслан Георгиевича с вопросом, что случилось, что за информация в городе по поводу каких-то листовок или газет. Я ему объяснил, рассказал на тот момент, какая есть информация. После этого звонил Гарик Саманба, тоже самое спрашивал. Вот с ним я разговаривал. По какой статье будет квалифицирован инцидент с распространением листовок, пока не ясно. Следствие еще идет, как и по делу о взрыве гранаты во дворе дома председателя ЦИК Батала Табагуа. Меньше двух дней остается до выборов президента Абхазии. И правоохранительные органы призывают представителей штабов не совершать противозаконных действий, напоминая, что те подписали общественный договор, предусматривающий корректное поведение в период до и после выборной кампании. Мария Анна Котова, Эдуард Ракелян, Рамо Камке, Абаза ТВ. Грубой провокацией накануне выборов назвали распространение листовок в предвыборном штабе Рауля Хаджимба. Это грубая попытка не только ввести избирателей в заблуждение, но и повлиять на отношения, которые сложились за последние 20 лет между Абхазией и Россией, подчеркивается в частности в заявлении предвыборного штаба Рауля Хаджимба. Предвыборный штаб ослабжания удивляет оперативно-силовых ведомств и их моментальная готовность зафиксировать допрос задержанных на видеокамеру в отсутствие адвокатов и поспешное проведение пресс-конференции исполняющего обязанности генерального прокурора. В заявлении штаба называется имя организатора акции распространения листовок. Им, скорее всего, является некий гражданин Александр Шапошников, которого часто в последнее время видели как минимум в трех предвыборных штабах кандидатов в президент Республики Абхазия в качестве специалиста по пиару, отмечается в заявлении. Как выяснили сторонники ослабжания, сразу после данной провокации гражданин Шапошников покинул пределы республики. Мы неоднократно заявляли о возможности подобных провокаций и уверены в том, что они, к сожалению, будут продолжаться. В этом заинтересованы внешние силы и их проводники в Абхазии, отмечается в заявлении штаба ослабжания. Депутаты предыдущих четырех созывов Народного собрания парламента Республики Абхазия призывают голосовать за Рауля Хаджимба. Избрание Рауля Хаджимба опытного политика и государственного деятеля на пост главы государства избавит наш народ от очередных политических потрясений, станет гарантом консолидации всего общества и стабильного функционирования органа власти, укрепления государственного суверенитета и международного авторитета нашей страны. Отмечается в частности в обращении депутатов четырех созывов к народу Абхазии. Обращение подписали 32 человека. В Абхазию продолжают приезжать наблюдатели из разных стран мира. В Центральной избирательной комиссии встречали представителей Государственной думы, наблюдателей, приглашенных на выборы президента Абхазии. На встрече присутствовали чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев, заместитель министра иностранных дел Ракли Хинба, вице-спикер парламента Адгур Харази, депутаты парламента. Подробности в репортаже Илана Казанба. Председатель Центра избиркома Батал Табагова поблагодарил делегацию из Госдумы за оказание содействия в столь важный для Абхазии период. Российские наблюдатели всегда принимают активное участие во всех выборных процессах нашей республики, а их профессионализм и опыт есть ценный вклад в развитие законодательной системы. Для нас это очень важно, потому что, я до этого тоже говорил, все замечания, предложения, которые поступают, для нас это является таким хорошим, практическим, для дальнейшего, чтобы исправить, если у нас какие-то ошибки будут. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий отметил важность деятельности российской делегации на выборах в Абхазии, основной задачей которой является наблюдение за свободным волеизъявлением всех граждан Абхазии и соответствием выборного процесса стандартам. Мы знакомы с избирательным законодательством республики Абхазия. У нас есть определенные вопросы, которые мы, я думаю, будем обсуждать с нашими коллегами-парламентариями, в том числе и по избирательному законодательству, уже, наверное, и наверняка после президентских выборов. А сейчас мы будем работать на основе имеющегося избирательного законодательства и тех подходов, которые за годы нашего парламентского опыта накопились по наблюдению за выборами. Разумеется, определенные замечания, которые по базе у нас имеются в связи с избирательным законодательством, мы сохраняем возможность отразить в итоговом документе, который с большой вероятностью делегации Государственной Думы и Совета Федерации примут совместно. Сегодня наблюдатели планируют посетить избирательные участки с целью проверки готовности избирательных комиссий. 23 августа планируется организовать встречу наблюдателей со всеми кандидатами в президенты республики и их ближайшим окружением в посольстве Российской Федерации. В день выборов наблюдатели посетят избирательные участки во всех городах и селах Абхазии. Руководство республики также предоставляет им вертолет с целью посещения избирательного участка в высокогорном селе Псху. После встречи в ЦЕКе депутаты Госдумы направились на избирательные участки столицы, чтобы оценить готовность к выборам. Вместе с ними выехала и наша съемочная группа. Репортаж Елена Лоло. Депутаты Государственной Думы Василий Лихачев и Петр Пимашков с утра побывали на нескольких избирательных участках в Сухуме. Их интересовало, как построена работа участковых избирательных комиссий, как формировались и уточнялись списки избирателей, как будут голосовать граждане, которые не смогут прийти на участок по состоянию здоровья, и, наконец, как подводятся итоги голосования. У Василия Лихачева за плечами не одна командировка по наблюдению за выборами в разных странах. Увиденным на избирательных участках в Сухуме он остался доволен. Отсутствие на кабинках для голосования шторок ни в коей мере не препятствует свободному волеизъявлению граждан, говорит Василий Лихачев. Если человек приходит как бы с чистой, сформированной позицией в отношении того иного избирателя, ему эту позицию не надо скрывать, не надо скрывать. Тем более абхазское общество, оно в значительной степени построено на таких общественных традициях, традициях совместного существования многих национальных и этнических групп. Поэтому мне кажется, что этот факт, он ни при любом раскладе сил не сыграет какой-то отрицательной роли. Депутат высказал и свое отношение к маркировке пальца избирателей, которая впервые будет применена на выборах президента Абхазии. Я был во многих странах, где-то стран посетил мир, где-то работал, где-то международным наблюдателем. Во многих применяется эта процедура и идентификация. Опять скажу, что она соответствует международным стандартам. Депутаты Госдумы посетили первый участок округа номер 7, расположенный на территории Гидрофизического института. По списку на этом участке 993 избирателя. Гражданина, который пришел за открепительным удостоверением, наблюдатели попросили назвать причины, по которым он не сможет проголосовать на своем участке. Я боюсь, что не успею, у меня проблемы есть, надо мне выехать на ту сторону, просто боюсь, что не успею. И многое уже выдали? Уже открепительность, скажу, 11, пока зависит период. Как бы нормальная такая цифра. Наблюдатели также интересовала активность избирателей на этом участке в прошлые годы. У нас хорошее посещание, у нас люди сознательные, гражданский долг выполняют. Петр Пимашков говорит, что избирательные участки к выборам готовы, никаких замечаний у них нет. Все подготовлено достойно. Списки вывешены, списки все видно, что с ними работают. Люди приходят на избирательный участок, получают прикрепительные талоны. Понравилось и сразу видно, что на всех избирательных участках работают профессионалы, люди, которые знают свое дело. Депутаты также побывали и на первом участке округа номер 5, пообщались с членами участковой комиссии, осмотрели помещение для голосования, где совсем скоро будет не протолкнуться. Наблюдатели отмечают высокую политическую культуру граждан и строят прогнозы. Досрочные выборы президента пройдут спокойно, при высокой явке избирателей. Наговор о сотрудничестве между внешнеполитическим ведомством нашей страны и ОНН подписан сегодня в МИД Абхазии в ходе встречи министра Вячеслава Чельба с делегацией международных наблюдателей, которую возглавил генеральный секретарь Организации непредставленных народов Марина Буздахин. Подробнее Рустам Зонтария. Построение демократического общества в Абхазии в целом и ход президентских выборов в частности крайне важен для имиджа страны на международной арене. Абхазия является членом Организации непредставленных народов с 6 августа 1991 года. При поддержке ОНН удалось сделать многое для прорыва информационной блокады во время Отечественной войны народа Абхазии. Не менее сложная задача стоит и сегодня. Сейчас мы также стоим перед задачей проживать такую политику изоляции Абхазии, которая проводится, к сожалению, в некоторой правительственной Европе и США. И надеемся, что в этом вы нам также поможете. По убеждению генсека ОНН Марина Буздахина, изоляция Абхазии как в экономическом, так и в политическом плане – акция бессмысленная. Организация готова содействовать не только широкому информированию европейского сообщества о процессах, происходящих в Абхазии, но и выходу нашей страны на международную арену посредством открытия в ближайшее время представительства Абхазии в Брюсселе. По открытию офиса в Брюсселе мы, несомненно, верим в то, что данное мероприятие получит за собой более плодотворные результаты для внешней политики Абхазии. Представители организации непредставленных народов будут наблюдать за ходом голосования. Марина Буздахин также отметил, что по итогам президентских выборов будет составлен подробный отчёт, который позволит миру по-новому взглянуть на нашу республику. В свою очередь депутат Европарламента, представитель Люксембурга Франк Энгель отметил, что непризнанность Абхазии Западом не означает отсутствие в ней демократических процессов и институтов. История Абхазии последних двух десятилетий, по словам Энгеля, это наглядно демонстрирует. Договор о сотрудничестве, который в завершении встречи подписали Вячеслав Черегба и Марину Буздахин, будет способствовать интеграции Абхазии в мировое сообщество. Очень важная статья 2, которая предполагает, что ОНН будет продвигать позитивный имидж Абхазии за рубежом, а также интересы Республики Абхазии в разных сферах, в основном сферах международной политики. И здесь мы также, также здесь предполагается помощь ЮНПО для того, что Абхазия стала членом развитых организаций международных. Кроме того, более такие конкретные вещи, это тренировка, стажировка наших специалистов. У нас уже есть опыт, наши ребята были уже в ЮНПО в Брюсселе, и мы намерены продолжать это. Постоянно посылать, каждые 2-3 месяца наших специалистов посылать туда, чтобы они проходили обкатку уже в Брюсселе. Самое важное, это то, что данный документ характеризует и демонстрирует конкретные шаги, конкретные намерения абхазской стороны. И данный документ, он позволяет рассматривать более детально намерения Абхазии в отношении более прочного присутствия в Европе, в частности, что касается открытия офиса в Брюсселе. Это шаг, который в будущем приведет к укреплению и к установлению, к созданию новых контактов с различными европейскими институтами. После подписания документов встреча министра европейских парламентариев продолжилась за закрытыми дверями. В Москве прошла презентация избирательного участка номер 4 по выборам президента Абхазии, сообщает Абснепресс. На вопросы российских и абхазских журналистов ответили посол Абхазии в России Игорь Ахба, представитель ЦИК Республики Дмитрий Шамба и председатель участковой избирательной комиссии Олег Барцец. Игорь Ахба отметил, что голосование на выборах президента в Москве на участке номер 4, который располагается на Донской улице, проводится уже в третий раз и выразил надежду, что выборы в Москве и Черкесске пройдут достойно в строгом соответствии с законом. Председатель Федерации кавказских культурных центров Турции Яшер Асланкай обратился с письмами ко всем четырем кандидатам президента Абхазии. Аслану Бжаня, Леониду Дзабжба, Мирабу Кишмаре и Рауля Хаджумба. Председатель КАФЕД, самой большой неправительственной организации кавказской диаспоры в Турции, высоко оценивает решение парламента о предоставлении гражданам Абхазии, живущим в Турции, возможности голосовать на выборах президента Республики Абхазия и открытие избирательного участка в Стамбуле. Это, по словам Яшера Асланкая, будет способствовать еще большему укреплению связи абхазской диаспоры с исторической родиной. В Южной Осетии 25-26 августа будет прекращен пропуск граждан через пункты упрощенного пересечения госграницы с Грузией, сообщили Интерфаксу в пятницу в пресс-службе Комитета госбезопасности Республики. Это связано с усилением мер безопасности в период проведения в Республике торжественных мероприятий, посвященных признанию России государственной независимости Южной Осетии. Запрет на пересечение госграницы с Грузией будет действовать до 27 августа, добавил собеседник агентства. Купалба Гарри Сергеевич награжден орденом Ахизапша Третьей степени за вклад в укрепление обороноспособности Республики Абхазия. Указ о награждении подписал исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Багамба. Гарри Купалба – генерал-майор, полномочный представитель Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия. Указом исполняющего обязанности президента Валерия Багамба звание народный артист Республики Абхазия присвоено заслуженным артистам Абхазского государственного театра драмы Зауру Чанба и Сергею Габня. Звание заслуженной артист Республики Абхазия присвоено артисту Абхазского государственного театра драмы Леониду Хижба. Звание заслуженный деятель культуры за вклад в многолетнюю работу в Абхазску с драмтеатр присвоено Валериану Кубраво и Александру Топчан. Чтобы забрать книги для школ Кварчала, Огница Кучуберия приехала в новый район Сухума на склад Министерства образования Республики. В ее заявке 140 учебников для разных классов. Ровно столько, сколько необходимо для полной комплектации учебниками детей от Кварчала. Остальное ребятам предоставят школы. В отдел образования я привезу, потом по школам района полностью будем раздавать по количеству детей в классах. Заявки мы сделали столько, сколько нам не хватало. У нас же есть еще? У нас есть в запасе там кое-что. Мы очень так относимся бережно к учебникам. Все абхазские школы в этом году получат по два экземпляра каждого учебника. Один будет находиться дома у ребенка, а второй в школе, чтобы уменьшить в буквальном смысле нагрузку на детей. Все запросы на учебную литературу всех школ страны, по словам министра образования, полностью удовлетворены. Местного производства учебники, местного издания мы раздаем по заявкам. Района, города бесплатно. В этом плане у нас нет проблем. Мы новые учебники издали очень много. Еще четыре учебника находятся в производстве. В Минобразовании издало четыре новые книги для абхазских школ. Родную речь для третьего и четвертого классов. И абхазский язык для неабхазских школ для девятого и десятого классов. Над учебными пособиями основательно поработали не только составители, но и полиграфисты, дизайнеры и художники, чтобы даже самый трудный урок превратить в увлекательное занятие. Эти учебники, они в некотором роде пионеры, потому что эти учебники иллюстрированы художниками нашими абхазскими. Здесь два художника, Адгур Титзария и Руслан Габля. Учебники абхазский язык для неабхазских школ. Вот он, для девятого и десятого класса. Это тоже абсурд литературы. Христоматия для десятого и седьмого класса. Приобретение учебников для школ, занимающихся по российской программе, пока остается проблемой. Книги в основном покупают родители. Порой за немалые деньги. Все книги, вот то, что нужно для восьмого класса, всего шесть тысяч сумма на них. И младшему брату тоже так сказали. Он в каком классе? Дорогий. Он во второй перешел. Часть учебников дети получают в школьных библиотеках. Бесплатно. Я пришел забрать учебники, чтобы не переплачивать лишнюю сумму, там, бешеную просто. Библиотека очень помогает. И книги хорошие, это самое главное. Целые, без опечаток и так далее. Учебных пособий в школьных библиотеках не хватает. К примеру, во второй школе на ребенка выдают не больше четырех учебников. Количество книг ограничено и из-за того, что учебники очень быстро устаревают. Например, издание 2008 года сильно отличается от издания 2013 или 2014 года. Поэтому даже если школа как-то и соберет книги, то через пару-тройку лет встает необходимость приобретать новые по тем же предметам. Вот сейчас пятый и шестый классы, например, кроме абхазского языка выдать нечего. Они все уже устарели. Ну, 0,5 год издания, конечно. А сейчас в другое издание идет алгебра, седьмой, восьмой класс, девятый класс. Все новые издания, русский язык, новые издания идут. Они уже старые, просто не годятся. Ну, ладно, старшеклассники там разберутся. Они могут номера упражнений где-то поискать. Но может там что-то вообще меняется, переставляется материал, не знаю. Вопрос обеспечения учебниками русских школ пытались решить. Договаривались с создательством просвещения, но сумма заказа оказалась слишком велика для республики – 50-60 миллионов. Некоторую помощь в приобретении российских учебников оказывает Россотрудничество, но обеспечить книгами всех абхазских школьников пока никто не может. Была Кверча, сосвыкла Гуха, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ. 23 августа 1914 года была создана «Дикая дивизия» по приказу российского императора Николая II о создании Кавказской туземной конной дивизии. Кавказские полки с честью выполняли свою боевую задачу. Там, где стояли они, враг не прошел. Там, где наступали, враг был повержен. Многие участники дивизии впоследствии сыграли огромную роль в организации Горской республики. Службу в «Дикой дивизии» прошло более 7 тысяч всадников. Около 3,5 тысяч из них были награждены Георгиевскими крестами и медалями за храбрость. В составе «Дикой дивизии» была и абхазская сотня, состоящая исключительно из добровольцев. Горцы наши шли защищать свое отечество. С одной стороны, с другой. Обидно было, конечно, что они не призывались в армию. Они были как число виновных внесены. И, соответственно, это все тоже кавказская гордость и кавказская алома. Но, мне кажется, все равно первое это было то, что защита единого государства, которое они как свое отечество называли. Вот это вот было. И когда молодые парни шли, когда шли из семьи одного рода несколько человек, погибали, все равно шли. Когда два брата, один погибает, один продолжает служить. Могли же не пойти, это же добровольцы. Сейчас еще несколько дат из истории Абхазии. 22 августа 1940 года родился герой Абхазии Владимир Начачуглы, депутат парламента Абхазии с 2002 по 2012 годы, бывший сопредседателем ПД Амцехара, военный прокурор Республики Абхазии 1993-2002 годы. 22 августа 1944 года родилась ученый-биолог Роза Ивановна Герия. Роза Ивановна с 1969 года работала в отделе овощных культур Сухумской опытной станции ВНИРа имени Вавилова. Она внесла большой вклад в развитие субтропического растения и водства в зоны влажных субтропиков. Разработала технологию возделывания многих овощных культур, применяемую в производстве Абхазии, в частности для круглогодичного выращивания чеснока и лука. Роза Герия – автор более 30 научных статей и брошюр. 22 августа 1992 года глава Госсовета Грузии Шеварнадзе объявила всеобщей мобилизацией для сбора 1 миллиона солдат по защите территориальной целостности Грузии. 22 и 23 августа 1992 года из зоны конфликта в Сочи на теплоходах была доставлена последняя группа отпускников в количестве 913 человек. 22 августа 1997 года в Черкесске начал свою работу в Третий Всемирный Абхазо-Базинский Конгресс. Накануне в столице прошел открытый спортивный фестиваль бокса и смешанных единоборств Сухум-2014. В нем приняли участие около 20 борцов из Абхазии и России. Подробнее расскажет Леонора Гелаян. Это первый подобный спортивный фестиваль в Абхазии. Его организатор – клуб бокса и тайландского бокса имени Саида Блабба. За свою короткую жизнь Саид успел одержать ряд ярких, незабываемых побед. Он был пятикратным победителем первенства Абхазии и еще ряда открытых соревнований и фестивалей в российских городах. Саид Блабба трагически погиб в автокатастрофе, когда ему было всего 14 лет. В открытом фестивале приняло участие более 20 спортсменов, однако длился турнир очень долго – почти 5 часов. Ринг был установлен у здания морского вокзала на набережной Махаджиров, что дало возможность всем стать свидетелями нешуточных спортивных страстей. Гостями фестиваля стали спортсмены из нескольких городов России. Знаменитые титулованные борцы Руслан Фомин и Магомед Исмаилов померились силами в показательном поединке. Всего на фестивале было разыграно 4 кубка. Кубок памяти Романа Чирикба завоевал Астан Бигва во памяти добровольцев Даур Габрия, погибших добровольцев-боктеров Борис Маркарян. Один из главных кубков фестиваля – кубок Саида Блабба – выиграл чемпион Абхазии по боксу Игорь Адлиба. Он же и стал лучшим боксером турнира. В организации фестиваля оказала поддержку команда кандидатов президента Рауля Хаджимба. По словам учредителя клуба бокса и тайландского бокса имени Саида Блабба Джумбера Бебия, открытый фестиваль станет для Абхазии традиционным и соберет всех уже на Сухоми-2015. Спортсмен из Луганска Сергей Стрельников стал победителем шахматного турнира «Гагра-Опен». Украинский спортсмен возглавил турнирную таблицу после серии успешных игр. Подробнее о результатах соревнований в репортаже Астан Дарзимба. К заключительному девятому туру соревнований шахматного турнира «Гагра-Опен» определились сразу три лидера. Сергей Стрельников, Юрий Поляков и Сергей Сокник подошли к финалу с одинаковыми оценками. До последнего момента интрига сохранялась. В результате заключительной схватки на первое место вышел спортсмен из Луганска. Хороший был турнир. Пришлось много очень постараться, приложить усилий. Ну и удалось таки занять первое место. «Гары» – прекрасный район для игры вообще в шахматы. Горы, горный воздух. Хорошие люди, хорошая атмосфера. В общем, мне очень понравилось. Море красивейшее. Седьмое место в турнирной таблице занял учащийся Сухумской шахматной школы юный Размик Асланян. Обойдя многих более опытных шахматистов, Размик показал лучший результат в общем зачете среди абхазских спортсменов. Соперников много было. А в последней игре? В последней игре был Аджбонестор. Ну, он ошибся, я там комбинацию выполнил и с победой ушел. Все победители разделили призовой фонд в размере 100 тысяч рублей, выделенный администрацией города Гагра. Турнир «Гагра-Опен» стал заключительным в шахматном фестивале «Абхазия-Опен-2014», который прошел во всех городах республики. Всего в фестивале приняли участие свыше 500 спортсменов из различных городов Абхазии, России и Украины. Уже 11-й год проводим подобное мероприятие. В этом году проводили во всех городах Абхазии, начиная от Удаута, Чанчира, Сухун и его завершается в городе Гагра. 11-й шахматный фестиваль завершился, но уже началась подготовка к следующему, который пройдет в нашей республике ровно через год. Заявки на участие в Абхазии «Опен-2015» принимаются на официальном сайте Федерации шахмат Абхазии. Астанда Артенбаса, Срекуа Гуха, Абаза ТВ. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, 23 августа в столице ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днем плюс 30, ночью 22 градуса тепла, морская вода плюс 28. На этом пока все. Удачи и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!